Сегодня мы с вами поговорим немножко про 42-ю страницу трактата Гитин. И здесь я хочу остановиться на одной важной суге, которая, на первый взгляд, не так сильно привлекает внимание, но на самом деле имеет фундаментальное значение в отдельном вопросе, связанном с толкованиями устного закона по отношению к письменной торе. И то, что я расскажу, может для многих являться, особенно тех, кто именно изучал тамуд в традиционных ешивах, может показаться очень странным, на первый взгляд, то, что я скажу. На самом деле это базируется на источниках вполне принятых, известных мудрецов, и в том числе, возможно, упирается корнями еще в понимании Рамбама и других великих мудрецов. Я уже когда-то казался этой темой, еще раз вернусь к ней, потому что это очень важная тема о устном законе в общем. Значит, сначала мы пройдем эту Брайту с вами, а потом уже я объясню, почему это имеет такое важное значение. Значит, здесь речь идет о случаях, когда слуга не требует специального освобождения. Обычно, когда слугу освобождают, нужно, как говорится, гет-шихрур, тоже называется гет, так же, как у женщины, когда с ней разводятся и ей дают гет. Гет – это, в принципе, деловая бумага, но в данном случае это освободительное письмо, которое освобождает слугу. Так вот, есть случаи, когда, возможно, такое не требуется. Слуга становится свободным автоматически, потому что Тора сделала его свободным. А именно, есть стих в Торе, в главе Мишпатим, разумеется, в самом начале, что если человек выбил зуб или глаз своему слуге, то тот становится свободным. И наши мудрецы трактуют в трактатике душиных, в других местах подробно, что это не только относится к глазу и к зубам, но еще к целому ряду других органов. Но есть здесь следующий диспут, в каких ситуациях требуется или не требуется, чтобы слугу освобождали официально с помощью гета. Значит, говорится, что несмотря на то, что Тора делает такого слугу свободным, первое мнение, что требуется, чтобы ему дали при этом гет. То есть, теперь обязан хозяин освободить его. А это сказал Раби Ишмаэль. А Раби Мергет не нужен никакой гет специально, он автоматически свободный. Потом еще приводит, что Раби Лезер считает тоже, как Раби Ишмаэль, а Раби Тарфон считает... Да, кстати, наша гирса Раби Ишмаэль в других местах приводится сбоку, здесь в пометках, что в Кедушне это гирса не Раби Ишмаэль, а Раби Шимон. Но сейчас не так важно, какие мудрецы считали, что нужно, какие, что не нужно. Во всяком случае, целый ряд мудрецов были согласны с первым мнением, что требуется все равно гет. Например, Раби Лезер и Раби Акива. А с другой стороны, Раби Тарфон, например, считал, как второе мнение, что не нужно. Но потом приводятся какие-то мудрецы хамахриим лифней хахамим. Махрия это тот, кто разрешает, знаете, когда он взвешивает две стороны и берет какую-то хахра, то, что называется, да, какой-то средний путь. Те, кто разрешают противоречия между мудрецами, перед мудрецами, они сказали, что выглядят правильно слова Раби Тарфона, то есть, что не требуется гет в случаях зуба и глаза, а слова Раби Акивы во всех остальных случаях. Потому что зуб и глаз, это написано в Торе. Тора говорит, что если выбил зуб или глаз, то слуга становится свободным. А остальные, это равинская драша. И как к тому здесь подчеркивает, да, что ведь и остальные все-таки учат хахамим, что это из Торы. То есть, хахамим, их драш включает, что это закон Торы, что слуга становится свободным, если ему выбили какие-то из других органов определенные. Но, так как это не написано открыто в Торе, это мидраж хахамим, то значит, нужен гет шихру. Так вот, почему я считаю это фундаментальным вопросом таким, да? Казалось бы, ну окей, какой-то детальный диспут. На самом деле, есть большой вопрос по отношению к драшам в принципе. Что значит, что мы говорим, что драш и хахамим, они из Торы? То есть, равины постановили, что какой-то закон это закон Торы. Значит ли это, что это всегда было законом Торы? Или это скорее в руках равинов найти подсказки в Торе, какой-то драш найти, и если они так постановили, то это становится законом Торы? И это упирается в другой диспут, который я когда-то подробнее обсуждал, связанный с Кедушином. Что Раши пишет, что все его равины считают, что Кедушин, который делается сегодня, кстати, стандартный Кедушин, когда мужчина дает кольцо женщине, то есть дает ей что-то, не обязательно кольцо, но сегодня дает кольцо, что это только равинский Кедушин, говорит Раши. И сам Раши с этим спорит, и говорит, что они неправы, не может быть, что это только равинский Кедушин. Это Кедушин из Торы, пишет Раши. На самом деле из Рамбама выглядит, что это только раввинские кедуши. Вопрос, что называется здесь раввинские кедуши? Дело в том, что женщина, которая вышла замуж через наш кедуш, она, конечно, замужем из Торы. И все законы относятся к ней как к замужней женщине из Торы. Неважно, какой был сделан кедушин. Вопрос в том, что если это драша, которая была в какой-то момент, главный санхедрин, главный раввинский суд решил, что вот такой способ кедушина тоже сработает, что может сделать кедушин тем, что он передает ей какой-то объект перед свидетелями и говорит Хареат Микудешетли. Этим он остановится за его обрученная, его Аруса. Если раввины это решили даже в каком-то поколении, то есть во время Муше, может быть, такого способа не было и были другие способы, но если это стало кедушином в каком-то поколении, то это тоже может быть кедушин из Торы. То есть раз раввины так постановили, в конце концов, большая часть Торы дана в руки раввинов, в том смысле, что так как Тора зависит от поведения людей, то раввины должны определить точно, какие границы, какие градации каждой заповеди. Поэтому, разумеется, да, то, что общество считает, что женщина вышла замуж официально, это раввины должны определить, что именно, какие именно акты считаются кедушином. И когда они нашли подсказку, так называемую Гизера Шава, то с этого момента это стало кедушином. Так вот, казалось бы, это очень нестандартный подход, ведь мы же говорим, что весь устный закон он с горы Синай, как может быть, что раввины в каком-то поколении придумали новую Гизеру Шаву. На самом деле, все не так просто, как объясняют целый ряд мудрецов, в том числе и некоторые традиционные комментаторы Рамбама, и особенно подробно это все обсуждает, в том числе, Дора Таришоним и Раврубин Маргулия в своих разных книгах, и еще многие мудрецы, что то, что говорится в Талмуде, что человек не может сам учить Гизеру Шава, это не значит, что значит все Гизеры Шава должны быть горы Синай. Он сам не может учить действительно Гизеру Шаву, но если великий Сангедрен, то есть главный еврейский авторитет, еврейский суд, решает, что есть подсказка в Торе, есть какая-то Гизера Шава, что одинаковые слова, в данном случае они подсказывают определенный закон, и в том числе, вот как они учат в случае кедушных, с Дея Фронгается киха-киха, покупка-покупка, что значит так же, как купить можно что-то деньгами, так же и жениться можно тем, чтобы передать какой-то обед, стоящий определенную сумму женщине. Когда они нашли эту Гизеру Шаву, если Сангедрен в этом был убежден, то это становится законом Торы. И этим можно объяснить историю с Хиллом, когда он там пришел перед Сангедреном, чтобы разрешить три противоречия в Торе, как он считал правильное объяснение, и он хотел, чтобы Сангедрен с ним согласился, он не спросить у них, пришел, прав ли он, а наоборот убедить их, что его Драша правильная. То есть фактически Драши, согласно этому подходу, как я сказал, многие так понимают Рамбама, многие из комментаторов так понимают Рамбама, что многие из Драшот, они не просто называются Деврисофрим, Рамбам не просто решил их называть раввинскими законами, но они действительно были михадшим, новые законы, которые открыли раввины, но стали они, конечно, как закон Торы во многом, то есть во многих случаях раввины постановили, но это становится законом Торы, то есть это то, что называется «Масар Хакатуби Дэй Равинов», что стих Торы как бы вручает эти законы в руки раввинов. И возможно, что и здесь, когда Тора написал про глаз и зуб, Всевышний остался в руках раввинов, что еще включить в подобные ситуации, что может быть глаз и зубы только примеры конкретные. И когда раввины Даршу нашли Драшу, Медрашка Хамим, что еще определенные случаи требуют отпускания слуги, то во всяком случае, так как это не написано в Машторе, то требуется хотя бы, чтобы хозяин его таки освободил легально, то есть отдал ему Гет, просто его заставляют раввины дать Гет Шихру. Но два случая, которые написаны прямо в самой Торе, что слуга становится свободным, тут даже никакой Гет Шихру не нужен. Я хочу напоследок заметить, что Рамбом в результате и риф до него постановляют таки, что Аллаха как мнение, что нужен Гет Шихру в нашей ситуации, то есть как первое мнение, что во всех случаях, даже если человек выбил глаз в своем услуге, во всех случаях нужно ему давать все-таки разводное письмо, и на этом мы... освободительное письмо. И на этом мы на сегодня с вами закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите лайк.